Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, нашего драгоценного Трампушку признали насильником, что он в каком-то там 1900 каком-то году в магазине нижнего белья, в примерочной, домогался какой-то женщине. А, ну да, почему домогался? Изнасиловал её. В 96-м что ли году. И за это он должен заплатить 5 миллионов. Ну, друзья мои, ну я, конечно, Трампушке сочувствую, потому что доказательств никаких нету, просто слова этой тётки, что в каком-то году Трамп её изнасил. Никаких ни следов, ничего. Был ли он там, не был, ну загадка. Но американское правосудие вот так вот. И я, друзья мои, как бы задумываюсь, задумываюсь над тем, а нам всё говорят, что в Америке, в Европе очень много, ну, как бы нетрадиционных отношений вот этих гомосексуалистов. И думаю, не виноваты ли женщины в том, что, видите, постоянно какие-то домогательства и какие-то, ну, бездоказательные. Ладно уж там, если насилие, значит насилие. Значит, должны быть там следы, там порванная одежда, какие-то царапины, там биологические материалы, что произошло насилие. Да, экспертиза может доказать. Но когда в 96-м году говорят, что было насилие, и, а кто, кто говорит, да, хрен знает. Вот сказали, что вот это, вы можете даже рядом с этой женщиной не стояли, не дай бог, да, а уже вас обвинят. А тем более, ну, персонам таким медийным влиятельным, да, их только милое дело, их нахлобучивает, да, скажи, вот понравился там какой-нибудь, вот он, как бы, насильник, пусть даст мне 5 миллионов или побольше. Ну, вообще нормальный способ заработка, друзья мои. Может быть, Трамп бы сам может сказать, что его изнасиловало, это чётко заманило в этот отдел нижнего белья женского, потому что ему это не надо. И там заманило её в кабинку и отчебучило. Пусть сама платит, да. Вот всё-таки, друзья мои, поэтому, наверное, уже, видите, некоторые дядьки думают, да ну его к чёрту, да, там, только дотронешься там до женщины, уже там притязание. А уж если там пощупаешь или, не дай бог, действительно произойдёт вот этот процесс, чудесный процесс, то как бы вообще труба. И не только сейчас, а ещё и в будущем в этом может нам сказаться. Беда. Ну ладно. Значит, Дональд Трамп признан виновным в попытке изнасил... А в попытке? Нет, до дела не дошло, друзья мои. В попытке изнасилования писательницы и колумнист. Кто такой колумнистка? Я, друзья мои, не знаю, что она там. Колумнистки. Ну, в общем, видно тётка, которая... Элизабет Джин Кэррол. Вот какая женщина. Хотелось бы на неё посмотреть, на её морду-то. Кто её там насиловал? Значит, суд присяжных, то есть присяжные порассуждали, подумали, там, доказательства. Ну, ни видеокамера, ни съёмок, ничего, только слова, что где-то в магазине нижнего белья он её... Присяжные пришли к выводу, чтобы экс-президент домогался женщину в 96-м году, однако не изнасиловал, как она ранее утверждалась... А, в суде она сказала, что он её изнасиловал, но, видимо, просто, ну, может быть, бросил взгляд, там, подмигнул, там, ну, симпатичной женщине в то время подмигнул, сказал там, ой, красотка, такой он, ковбой, да, там, эй, красотка, пойдём там со мной в ресторан, всё. Пять мульонов, как с куста, нормально, нормально посидели, нормально, друзья мои. Думаю, скорее всего, тётки такой народ, уже скоро и у нас такое будет. Так, блин, друзья мои, уже девушку, как бы, в кафе не пригласишь, а уж если там дойдёт до каких-то объятий или поцелуев, не дай бог, то труба, либо, как говорится, тюрьма за домогательство, либо снимая штаны, продавая имущество, то, чтобы откупиться от этого. Ох, друзья мои, до чего это нас доведёт? Похоже, действительно, останутся одни, извините меня, друзья мои, гомосеки, потому что, ну, тогда уж и дядьки, наверное, начнут тоже сказать, ой, там, он на меня посмотрел. Люди вообще друг от друга шарахаться, начнут там на расстоянии, какие уж там объятия и поцелуи даже дружеские, будут на расстоянии сказать, э-э-э, дружок, не подходи ко мне. И везде ещё обвешаться камерами, да, там, на голове, там, сзади, не дай бог, там, чтобы вокруг такое полное обозрение, чтобы доказательства в суде. Я вообще ничего не знаю, не ведаю, никому ничего не предлагал, вообще, как говорится, свою, так сказать, извините за меня, писю завязать в узелок. Хотя, особенно политикам и артистам. Всё, друзья мои, сказать, всё, просто даже лучше, лучше вообще даже отрезать, как говорится, кастрировать себя, чтобы я, сказать, я полный, вот у меня справка, я вообще этим не занимаюсь никогда. Я тут политика, всё другое, это меня не интересует. Друзья мои, похоже, может дойти и до этого. Ну, смешно-смешно, но, в общем-то, видите, то есть он сейчас выдвигается в президенты, его обвинили, хорошо, что не в изнасиловании, да, то есть признали виновным, но в домогательствах, ну, уже, значит, как бы какой-то уголовник рвётся в президенты, уже печать на нём стоит, как бы, правда, тут говорят, что Байдена тоже обвиняли в каких-то делах, там, ну, правда, в 2010 году, когда он был ещё помоложе, он тоже кого-то там за попу ущипнул, какую-то секретаршу. Ну, а, конечно, самый, самый такой боец-молодец, это у нас Билл Клинтон, которого разоблачили, что он там занимался всё-таки. Нет, не просто где-то, лишь бы где, да, там Трамп где-то в магазине нижнего белья, что-то его туда занесло, дурака, а вот Клинтон-то в самом сердце Белого дома какую-то секретаршу, значит, вот эту Монику Левинске подцепил, ну и, как говорится, вот беда. Вот старина Клинтон до сих пор ему тоже и кается, думает, зачем я эти, да чего меня чёрт дёрнул к этой тётке там просто подмигнуть, и она уже тут как тут, возле, так сказать, его ширинки. Ох, беда, так, значит, я абсолютно понятия не имею, кто эта женщина, написал Трамп. Затем добавила одну запись, показывающую отношение к этой истории. Продолжение величайшей охоты на ведьм всех времён, то есть он себя ведьмой считает. Значит, Кэролл утверждал в суде, что весной 96-го года Трамп изнасиловал её в примерочной универмаге на Пятой Авеню. Это произошло, по его словам, после их случайной встречи в магазине. На эти обвинения Трамп ответил, что Кэролл – женщина не в его вкусе. Значит, адвокат обратил внимание, что Кэролл почему-то не подала заявление об изнасиловании в полицию. По мнению юриста, она хотела детального расследования. Ага, ну, в общем, понятно, то есть всё на словах какой-то тётки. Присязные частично поверили обеим сторонам, посчитав, что Трамп всё-таки домогался женщину в отделе нижнего белья, но не изнасиловал. Суд выписал выплатить ей 2 миллиона компенсаций за возмещение ущерба домогательству, ещё 3 миллиона за клевету, за то, что он её ещё обзывал, называл чокнутой и всё остальное. То есть, ну, друзья мои, видите, как за слова? 3 миллиона за то, что назвал её чокнутой. Я, друзья мои, обзываюсь ещё и почище. Если на меня какие-то иски подадут, то пиши пропало. Пойду с котомочкой, возьму, как говорится, узелочек и поплетусь в это. Ну, значит, Джо Байдена тоже обвиняли до того, как он был вице-президентом в 2010 году. Так что, друзья мои, в общем-то, видите, смешно, не смешно, но вот такая тенденция нехорошая вот этих обвинений. Помните, режиссёров каких-то всё там. По-моему, всё-таки, если нет доказательств, вот реально там есть изнасилование, ну, всё там, тётка подала заявление, какие-то там следы, там, свидетели, ещё что-то. Всё так. Есть тело, есть дело. А если вот так, там, через 20 лет кого-то, чего-то, ну, друзья мои, ну, понятно, что обычных людей каких-то это не коснётся. Хотя вот такая волна может пойти. Ну, не по 5 миллионов, а тётки начнут сказать, вот в таком-то году он меня там провожал до дома с дискотеки и щупал меня там в тёмно-подворотне, а я возражала. И всё, за это пусть заплатит мне 100 тысяч рублей сегодняшними деньгами, иначе всё обвиняют. То есть, всё равно эта волна оттуда может прийти сюда. А это, друзья мои, беда. Действительно придётся держаться друг от друга на расстоянии там ну, вытянутые руки уже точно. Чтобы, не дай бог, не попасть в насильники и в эти новые, наверное, домогателей. Домогателем не стать. Ладно, драгоценные мои друзья, в общем, трампушке я сочувствую. Тётка, конечно, сволоча, сволоча редкостная. Если в универсамик, как в универсамик, вот в кабинке, вот я не знаю, какие в Америке кабинки, ну, у нас вот это вот за занавесочкой, как можно там изнасиловать женщину без её воли? Очень сложно, потому что, ну, покупатели есть, есть продавцы, да, там, если женщина ещё хочет, там всё равно можно, конечно, тихонечко, там, я не знаю, честно говоря, никогда таким не занимался, но можно как-то, ну, там, какой-то такой чихпых там устроить, пощупать там друг друга, ну, а может и вообще там, да, но если она возражает, да, там какая-то борьба есть, какие-то крики, да, всё равно что-то такое, продавцы скажут, о, блин, там что-то творится в нашей примерочной, там зашёл мужик с причесоном, и какая-то там вертихвостка, и там что-то творится, вызываем срочно полицию, ладно, драгоценные, а вообще и камеры, ну, тогда в 96-м году, наверное, камер, а, в примерочной, наверное, неловко камер встать, потому что там раздеваются женщины, тоже могут обвинить, что эти съёмки куда-то, да, в примерочной камеры не сделаешь, а поэтому она и говорит, что, что значит в примерочной, потому что камер не было, доказательств нету, голову сломаешь, всё драгоценное, пока, счастливо.